добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня на 8 апреля пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе так сегодня три статьи одна еще не вышло что интересно банк соседей general французский банк сегодня раскрыл некоторые свои подробности того куда он смотрит по драгметаллам и по некоторым акциями что интересное мнение соседей general наконец-то не коррелирует с моим мнением по росту золоту а может быть наоборот финансисты этого интересного банка все-таки начали смотреть мои обзоры и начали покупать золото и серебро о чем я говорил еще давно напоминаю кстати кто не в курсе самые самые большие потери трейдера приходящаяся на одну душу были именно вот в этом банке насколько я понимаю трейдер здесь просадил 1 миллиард по моему евро даже вот но в википедии это даже прописано черными буквами на белом фоне рекомендую ознакомиться для тех кто думает что потеряв своим 300 долларов на счете это большая трагедия друзья мои нет есть и более интересные потери кстати ему особо ничего не было его просто уволили вот такая такое вот наказание небольшое так ну и что интересно кто пытается поиграть поиграть с евро долларом напоминаю что на выходных у нас выборы президента франции сейчас конечно по опросам лидирует macron алипен пока пока не лидирует но может произойти всякое вы знаете что выборы штука непредсказуемая вот и напоминаю о том что что я здесь интересно давал из кориночек или не давал давал я показал что прошлые выборы президента франции которые проходили в семнадцатом году на растянули еврик на 17 тысяч пунктов что привело на гибели целого поколения трейду нишек вот такая история была в семнадцатом году итак давайте переключимся к анализу графиков поехали на что интересно по золотом золото потихонечку поджимает поджимает на пробойчики я надеюсь что он все таки рано или поздно произойдет смотрите какая интересная история дело в том что по золоту есть такое трендовое сопротивление наш 4 хорошо видно которому мы подходили уже 2 3 4 и поджимаем уже пятый раз внизу у нас находится протоколы фонг да где собственно анонсировали очередное там поднятие ставок и так далее но сейчас золотые ценники торгуются выше выше фонг друзьям и и все это говорит о том что эти новости переварили я считаю что должен произойти вот здесь пробой пробой и вы должны к этому быть готовыми серебришка тоже тоже потихонечку восстанавливается смотрите видите что происходит та же самая идея здесь в тоже в трешку заходит смотрите была была такая шартовая тенденция да потом прошел прорыв потом откатик если вы натянете расширение фибонач что будете приятно удивлены что мы отталкиваемся вот от полтинничка и впереди у нас 30 долларов о чем я уже говорил много много раз вот такая история еврик перед выборами во франции печалится печалится но я сегодня давал вот такую вот историю смотрите на дело в том что евро доллар евро доллар оставил вот здесь вот двойную вершину вот между вчерашним позавчерашним днем ну вот но вчера американцы жестко продали жестко продали вот и сегодня сегодня тоже есть какие-то бычьи истории и и с другой стороны с другой стороны еврик стоит возле минимума года до в марте месяца у нас был минимум потом здесь поторговались поторговались и ушли собственно опять вниз и того получается интересный аукцион с которым можно поработать что может произойти может произойти следующее мы можем ну естественно продавцы в этой зоне будет стопиться за уровень как вот двойной вершины под вчерашнего позавчерашнего дня и за уровень поддержки сопротивления которые все видят любят и так далее я думаю их кинуть вот произойдет допустим вот так вот потом произойдет вот так согласитесь было бы любопытно да сначала кинуть продавцов но сначала затянуть продавцов у рынок чтобы они поставили стопы за уровень потом их отступить и дальше уже идти на пробой минимума текущего года вот такое может произойти но может произойти по-другому то есть мы сначала снимаем минимум на годы вот потом даем ну грубо говоря вот так вот так то есть двусторонний сценарий да все такое вы скажете ну опять две стороны куда мне заходить и так далее вот но я всегда говорю где где торговать торговать уже вот здесь вот и уже в этой зоне нужно наблюдать следующий сценарий то есть ложный пробой откатик откатик на 50 процентов от него и уже тогда вы можете активизировать свои героические шорты на вот такой вот пробочек ту же самую конструкцию вы можете увидеть и вот здесь например у нас ложничок потом откатик на так называемый зеркальный уровень кто знаком с трейдерским жаргоном да и вот таким вот образом соответственно . приложение ваших ланговых усилий должна быть вот здесь а вот здесь сверху она должна быть вот здесь вот такой вот план для у вас дорогие мои трейду нишки так переключаемся к фунту фунт в печали подваливать вчера дал два пин бара на дневках и сегодня их с удовольствием отработал отработал сигналов не в покупке не продажу особо нет ну во первых потому что вчерашний пин бар отработали кто торгует price action тот их забрал но больше ничего интересного нет поэтому пока пока я не в этом инструменте что у нас поение ена продолжает быковать потихонечку но видно что очень тяжко ездить price приходится на хаях пока никаких изменений нет переходим кросс курсом канаде с ена франк ена замерзают на хаях видно что им очень тяжело дальше расти вот я надеюсь что все это бы чего канал я рано или поздно закончится напоминаю что набирали эти инструменты и ждём в коррекции пока пока ну как минимум не растён надеюсь что это все рано или поздно волица напоминаю что рынок валяться быстрее чем растет такое у него характером так канадец франк канадец франк очень очень качественный инструментик пока стоит в афлете но впереди у нас очень важный уровень двадцать первого 22-го года по котировки 75 тут конечно осталась ерунда буквально каких-то 100 пунктов по четвертому знаку, можно набирать сетку шартов новозеландец, канадец не трогаем новозеландец, франк тоже не в дамках доллар, франк, доллар доллар у нас быкует быкует ну у нас есть план на эту всю историю выше 90 какого, дай бог в памяти, четвертого с половиной уровня можно будет набирать сеточку шартов ауди кат, ауди кат пробил ложным на хая кстати напишите кто брал этот инструмент соответственно если так произошло и он будет дальше бычить, будем подбирать его шарты вот отсюда австралиец, новозеландец тоже самый близкий, то есть у нас самые сейчас классные инструменты, это канадец, франк и австралиец, новозеландец которые давят на свои исторические хая, в том числе 21 года по австралицу новозеландцу и здесь уже довольно близко, близко ну что тут осталось, полтишочек и можно набирать уже сетку шартов очень качественный инструмент пилит оки змей так, еврокат еврокат, ну план у нас план продолжается будет падать, можно подбирать еврофранк тоже, тоже вся история у нас ланговая только на пробой минимума текущего года так, фунт иена вроде начинает уже подразворачиваться напоминаю, что кроме кроме вот этого зеркала есть план вот и вот сюда залететь тут площадочку оставили вообще шикарнейшую просто шикарнейшую мрачный потенциал по фунт иене просто сумасшедший так, жижа жижа у нас подзасыпает чуть ниже соточки, но есть площадка вот здесь внизу и мы можем сюда влететь и кто у кого крепкие нервы можете поработать вот здесь вот в этой зоне покупочек здесь могут произойти фиксы те, кто здесь на шартил на пробой они закроют позиции и рынок здесь может откатить присмотритесь доллар, рубль перестал показывать чудеса героизма но, друзья мои ниже 80 мы торгуемся но я вчера менял кстати на криптобирже под буквой B крипту по 83 ну то есть я продавал USDT брал рубли по 83 мне меняли даже 83.60 но Forex показывает 79 ну кому как что у нас произошло вчера вчера у нас произошло небольшое крепление доллара но оно идет в принципе в общем и целом как бы в мире да ну вы видите по многим инструментам там евро-доллар там доллар-франк и так далее вы должны это тоже понимать вот ну и с другой стороны как бы он может может быть уже и хоррэ как бы валится как говорится мало кто верит кстати вот в истинность этого курса вот но но он однако присутствует так что у нас дальше фунткад а кстати фунткад фунткад смотрите да я говорил о том что по фунткаду есть зеркало и его кстати скоро будет бить и осталось буквально полпути да ну вот буквально соточкой будет зеркало и здравствуй профит так что у нас Сбер Сбер после новостей о санкциях заряжает третью волну вниз но ему на мой взгляд уже некуда падать он уже тут все волны свои уже отработал и первая волна прошла и вторая и третья либо вот это первая это вторая это третья гигантская я думаю что Сбер еще вот здесь потупит вот и пойдет назад ну как минимум кстати кстати а зеркальце это практически отработало видите вот здесь вот ну грех конечно не отработать было при средней цене там в 250 отскочил от 90 ну и в печальке пока в печальке сегодняшний день вчерашний денек еще каким-то был легким бычим сегодняшний не очень ну и я думаю что наши богатые фонды ФНБ как минимум вернут его ну скажем так ну может быть не к средним ценам но повыше того что мы сейчас ожидаем но говорить что здесь какая-то трехволновка я бы не стал но максимум что мы можем увидеть ну еще раз 90 но я думаю для многих инвесторов нового типа это будет хорошая новость под закупицы почему нового типа потому что инвесторы старого типа да которые покупали вот по 320 350 есть такие люди они они существуют есть люди которые покупали и по 300 и думали что это корректосик да и Сбер пойдет дальше наверх это нормально почему ну потому что здесь трендовые линии наверное вот так вот чертили там скользящие средние макдиш макдис стахастики блохастики супертренды перекупленные перепроданности и так далее вот и вот эти люди которые набрали и по 300 в том числе и чувствовали себя инвесторами серьезными сейчас имеют 50% просандосик друзья это в лучшем случае если они покупали без кредитного плеча и для них эти все цены это все шоколад это инвесторы старого типа потому что скорее всего своих цен и своих ценников они уже никогда не увидят даже чтобы выйти в ноль но но вот этот обвал он породил новых спекулянтов которые зашли в рынок и не знали вот этих цен да например таких как я я никогда не покупала российские акции не покупал их ни по 200 там не ну вот по этим я имею ввиду на обычном рынке я покупал на падении вот и в принципе сейчас ну кстати сбер у меня сейчас в ноле даже в плюсике небольшом то есть вот средняя цена у меня там ну пусть 140 покупка возможно возможно через несколько лет какой-нибудь блогер аналитик также будет рассказывать что были были инвесторы старого типа которые покупали сбер по 150 а мы теперь покупаем по 0.15 не дай бог конечно но я ничего не исключаю так переходим к американскому фондовому рынку загнивающая буржуазия продолжает друзья мои расти ну вот и несмотря на все тяжелые времена с которым приходится сталкиваться западному миру вот американские бумаги вчера выросли ну вот а российские к сожалению упали ну вот что здесь интересно я говорил о том что друзья мои интересные коррекционные движения потому что если взять за основу вот этот импульс да то мы вчера и по насдачку и по S&P отбились от 61 фибы вот но не дотянули до полтосика ну если дотянем да это будет хорошая возможность вот в этой зоне купить ну вот план я имею я рисовал вам вот такой вот планчик то есть полтосик это самая классная цена мало ли что имейте в виду этот ценник абсолютно то же самое происходит по европейскому фондовому рынку и и дакс смотрите дакс и стокс ну просто ноздря в ноздрю так же как и S&P и NASDAQ я не объясните мне вот тупому аналитику почему американские и европейские индексы идут абсолютно одинаково абсолютно понимаете они просто ну просто копируют друг друга что происходит в мире объясните мне я не понимаю так биткоин биткоин ну что биткоин молодец отрабатывает свой пинбар прошлой недели это чистейший внутренний бар после кульминационного самого большого в серии роста и сегодня собственно мы видим снижение ничего пока нового не происходит вяло текущая история которая выжимает соки из молодых крипто инвесторов которые прокатились на каких-то обычных трендах и считают что тренды их френды но к сожалению рынок в большую часть времени находится во флете и забирает денежки таких среднесрочных спекулянтов так что у нас еще интересно твиттерок твиттерок вовремя мы фиксанули фиксанули а вот фейсбук меня меня интересует интересует если будет еще какие-нибудь шоколадные цены буду добавляться в фейсбук за деньги проданные с твиттера так давайте перейдем к ответам на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео поехали 13 комментариев пишите больше комментариев друзья я люблю читать так фито трейдинг какими-то непонятными буквами что-то мне пишет объяснить пожалуйста так ремикс обла добрый день давно мы с вами не слышались по крипте мы мы не валимся как по мне это просто коррекция на существенный обвал с моей биржи у ремикс алба есть обла есть своя биржа пока сигналов не поступало докладывает нам наш агент на бирже криптобиржи надеюсь не подведет ну надеемся так кэт кэт андрей спасибо за обзоры по иене мы говорили что уже предел дальше будем только падать может так получиться продавай на хаях получи еще ну да да конечно пословица купи дно рынка получи второй в подарок вполне вполне работоспособная так же и по хаям работает но все точно методы торговли у вас одна сделка не должна ничего значить будет еще перехай набирайте дальше средняя цена покупки у вас будет только подниматься так ведь по иене немного осталось до пятнадцатого года за ним и второй девяносто восьмой ну а если бы все падало вы бы говорили о минимумах пятидесятых годов да сейчас для Японии весьма так непростая ситуация Круда может долго молчать потом сделать себе хараки кстати хорошая идея хорошая идея напишите ему в фейсбуке а мы будем доливаться доливаться еще сказать что паровоз с первого раза не остановить значит что свободное падение как капля тридерская так прямо красиво пишите прикольно ну смотрите иена ну во первых да нас интересует не доллар иена а интересуют кроссы с иеной вы должны понимать что кроссы это не только иена здесь вот у нас есть канадец иена и франк иена здесь еще есть вот эти два по идее стабилизирующих инструмента которые тоже могут влиять на ну скажем так частное деление этой дроби которая фактически является валютная пара до этого были тоже сильные движения были сильные движения и все рано или поздно останавливалось и мы видим да что допустим даже на недельном таймфрейме франк иена однозначно присутствуют кульминационные свечи гигантские мощные кульминационные свечи после чего как правило следует разворот ну смотрите к примеру там тот же шестнадцатый год падали падали потом начали падать активнее видите еще мощное падение и потом только произошел разворот вот эти вот крупные свечи вот они это признак разворота да они прошли и после этого были там добойчики там откатики и так далее это все печалило печально но потом и выросло понимаете просто вопрос времени то что мы можем еще там добить вот сюда но можем еще немножко сюда добить но здесь двести пунктов вот это движение вверх это связано с франком когда ну отвязали евро от франка то есть это франковская вот эта история а не иеновская поэтому в обычном вот таком режиме ну ничего я страшного не вижу ну максимум дожмет еще немножко и развернется это хорошая друзья мои возможность для вас и школа и опыт удержания сеток ну держим это второй месяц ну и что если вы гоняли в симуляторе можно по полгода держать ну просто вы должны к этому привыкнуть с другой стороны если там накосипорили с объемами между этими двумя инструментами я говорил что объемы нужно между ними распределять это тоже как бы ваш косячок вот с другой стороны с шагом тоже могли накосипорить шаг допустим там 50 пунктов это это хороший такой средний шаг который с которым можно работать если накосипорили вам страшно скиньте часть сделок либо самые убыточные либо проредите сетку проредите если вы часто накидали там в середине там поубирайте какие-то сделочки вот просто докиньте денег если будет подрастать добавьте еще то есть у вас депозит перестанет так резко уменьшаться но у вас будет еще запас и средств и времени возможностей да и психологически в том числе для допустим доливочек и все вот но потом откатит закройте профит он все перекроет поэтому я не вижу никаких проблем ничего страшного не происходит так Вика добрый день благодарю за обзор актуально ли предложение с открытием без свопового счета конечно актуально только через меня и только через меня в инстафорекс можно открыть без своповый счет именно на долгосрок а не на неделю или две как пишут ну как как обычным трейдунишкам да так можно ли его пополнить через киви да ну я кстати я пополнял через киви недавно два раза отлично залетает прямо в этот же день даже какие-то бонусы по моему есть у инстафорекс именно для киви то есть какая-то какой-то они там квест запустили я еще не разбирался через киви можно но фишка в том что киви почему-то иногда пропадает из списка вариантов для пополнения я сам не могу объяснить это надо кстати тоже спросить вы должны понять что я не сотрудник компании инстафорекс я партнер компании инстафорекс и собственно аналитик и некоторые технические моменты не могу знать но я и снимаю и пополняю счета в основном через тезер но недавно дело через киви причем я два раза пополню через киви потом захожу смотрю киви нет это конечно любопытно так если киви нет то есть альтернатива не через крипту а чего мне нравится крипта там есть на тейлер по моему это китайская платежная система попробуйте через нее там вроде тоже все просто и там по моему даже где-то я видел мгновенное зачисление посмотрите ну а так я рекомендую однозначно всем рекомендую открывать крипто кошельки и пользоваться учиться переводить конвертировать за этим будущее друзья мои я все делаю уже через крипто кошельки все понимаете все переводы через них это удобно классно если вы еще оформлены как самозанятые это вообще подарок судьбы так Владимир Андреевич спасибо за обзор так позвольте пару слов про метавселенную ну здесь идет собственно дифферамбы в сторону метавселенной кому интересно почитать я прочитал в принципе любопытно ну это к вопросу о инвестициях в компанию мета либо похожее ну бывший фейсбук так Александр Андреев Алексей Андреев Алексей я вас знаю мне кажется нет так спасибо за обзор я открыл счет по партнерочке теперь хочу открыть второй для охоты за стопами на втором торговать сеткой можно сделать второй счет также без начисления свопов да хоть 10 10 единственное что ультра спреды и без своп они не могут на одном счете находиться то есть либо ультра спред либо без своп если хотите то другое открывайте два счета если есть вопросы пишите их по почте которая 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 почта вот для связи вот сюда пишите все что вам любопытно разберем в том числе вопросы по трейдинг чату и по разборам сделок я анонсировал разборы сделок вот на вчерашнем мастер-классе кстати напоминаю что вчера вышел 25 мастер-класс вторая часть система наставники разборы сделок очень интересные здесь были разборы уже пошли комментарии прям все все в восторге я планирую разбирать сделки в том числе и своих рефералов ну и в принципе те кто торгует по прайс-экшен и охоте за стопами ну в таком в регулярном виде вот поэтому подключайтесь если есть сделки есть еще разобрать пишите мне на почту все что вас тревожит так виктория когда японец повалит ну вот жду что уже вчера так альберта доброе время спасибо за обзор по голде план б помню держу в уме да вы должны держать ланги по золоту и держать план б в уме и тогда у вас все будет в порядке виктория дри расскажите про сетку сетку ну виктория сеточный метод торговли сеточный метод торговли вам лучше посмотреть у меня на мастер-классах который находится на ютуб канале инстафорекс пока его не забанили здесь есть раздел плейлисты и вот есть плейлист мастер-класса Дрия Шевченко здесь есть сеточный метод торговли давайте его найдем ведение price action вот сеточный метод 15-й 14-й 13-й и так далее так что welcome to мастер-классы так апг здравствуйте торговли инстафорекс на бисвоповом счете свопы за удержание не начисляют а комис какой-то берут там может быть комис за ну такой он за бисвоп распространяется только на валютные пары если у вас там еще и золото либо там нефть либо какие-нибудь индексы ну все что кроме валютных пар может поднакапывать копеечная комиссия но в любом случае напишите мне по почте которая находится под этим видео номер счета и мы все проверим николай ссылка на бисвоп не открывается из РФ напишите мне на почту и все будет в порядке под этим видео да там бывают сбои видите последнее время цифровое пространство лихорадит Валерий спасибо за обзор очень хорошая идея с нашими разборами Валерий если есть что разобрать пишите мне на почту либо доступ доступ инвестора либо скрины со сделками я их разберу склею и будет классное видео которое останется в том числе и вам так напоминаю друзья мои что на выходных выборы президента Франции все что связано с евриком может в понедельник отрыться гэпами поэтому будьте внимательны при переносе позиций на следующую неделю на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока